Все мы видели, как в кино мёртвый человек приходит в себя на своих же похоронах или в морге. Но знаете ли вы, что такие истории бывают и в реальной жизни? Сегодня вы в этом убедитесь. С вами Топ Хайп, и в этом выпуске я расскажу вам о 10 случаях, когда люди очнулись во время собственных похорон. Брайтон Дама Занте Сложно даже представить, что испытывают люди, на глазах которых умерший человек буквально воскрешается на своих же похоронах. Именно такой опыт пережили жители города Гверу в Зимбабве несколько лет назад. 34-летний мужчина по имени Брайтон Дама Занте был признан врачами мёртвым. Причиной кончины назвали продолжительную болезнь, которая уничтожила мужчину. Были организованы похороны Брайтона. Когда вокруг его гроба собрались люди и начали отдавать ему дань уважения и провожать в последний путь, они заметили, что Брайтон двигается. Скорбящие чуть не потеряли дар речи и в страхе разбежались в разные стороны, подумав, что мистер Занте восстал из мёртвых как зомби, чтобы начать охотиться за ними. Но когда они успокоились и немного отошли от шока, то поняли, что случилось. Врачи ошиблись. Родственники тут же отвезли Брайтона в местную больницу, где его подключили к аппарату искусственного поддержания жизни. Удивительно. Но всего через два дня Брайтона выписали и отправили домой. Мне кажется, зомбакам нужно бояться такого живучего парня. Фагиля Мухаммед Зянова Около 10 лет назад 49-летняя женщина по имени Фагиля Мухаммед Зянова прославилась на весь мир, когда очнулась на своих же похоронах. Доктора ошибочно констатировали её смерть, после чего родственники начали готовиться к похоронной церемонии. В день похорон Фагилю отвезли на кладбище, где вокруг её гроба собрались скорбящие родственники, которые молились за женщину и вспоминали её хорошими словами. И каково же было их удивление и шок, когда Фагиля очнулась в собственном гробу и начала кричать. Женщина сразу же поняла, где находится, и запаниковала, что её погребут заживо. Этого не случилось. Женщину сразу же отвезли обратно в больницу, однако ликование продлилось недолго. К сожалению, опыт собственных похорон оказался невероятно шокирующим для Фагили. Сердце женщины не выдержало, и спустя 12 минут после своего чудесного пробуждения она скончалась. Родственники Фагили были в ярости на врачей, ведь, как они считают, если бы врачи не ошиблись в первый раз, то Фагиля была бы жива. С её сердцем всё было бы в порядке, если бы ей не пришлось переживать такой травмирующий опыт. Житель Эфиопии Хирф Негеро тяжело болел, поэтому смерть мужчины не удивила ни родных, ни врачей. На похоронах родные и близкие Хирфа прощались с ним, как вдруг из гроба раздался стук. Многие гости похоронной церемонии в ужасе разбежались, а самые смелые открыли гроб и спасли мужчину, который, как оказалось, очнулся несколькими часами ранее, но был так слаб, что не мог даже кричать. Похоронная церемония тут же превратилась в праздник воскрешения, Как предположили эксперты, Негеро просто находился в коме, которую медики не смогли распознать. Ему очень повезло, что он очнулся так вовремя. И хотя этот случай стал удивительным, к сожалению, Негеро прожил не так долго. Спустя два месяца после чудесного воскрешения житель Эфиопии скончался. 55-летний Малик работал пастухом в Адиша, штате на востоке Индии. Однажды он не вернулся с выпаса домой. Его стали искать по местам, где он обычно гулял со своими козами. Когда Малика нашли, он был без чувств. Родственники справедливо посчитали, что мужчина скончался. Они вырыли могилу и устроили похороны. Уже на церемонии один из присутствующих заметил, что Малик едва заметно покачал головой. Он начал осыпать громкими ругательствами распорядителей похорон. Церемонию тут же прервали. Малика достали из могилы под ликование толпы и отправили в больницу. Уже там врачи установили, что мужчину сразила сильная лихорадка. Именно из-за нее он потерял сознание и выглядел, будто скончался. Иногда люди очухиваются прямо у себя на похоронах, а иногда воскресают еще до того, как дело дойдет до траурной церемонии. Смотрите дальше и вы узнаете о таких историях. Человек заходит на кухню и видит свою недавно усопшую бабулю, спокойно готовящую обед. Насколько сильно будет шокирован этот человек? Наверное, он будет на грани сердечного приступа. Ведь это сценарий, достойный очередного фильма ужасов. И именно такой сценарий произошел в Китае. 95-летняя китаянка Ли Сю Фэн выбралась из своего незаколоченного гроба через 6 дней после того, как ее обнаружили якобы мертвой в ее комнате. Члены ее семьи предположили, что Сю Фэн перенесла фатальную травму головы. Им было ясно, что бабуля уже на том свете, поэтому они начали планировать ее похороны, включая проведение поминок в своем доме для друзей и семьи. К счастью, ее гроб не успели заколотить, что и дало Сю Фэн возможность из него выбраться. За день до похорон друзья и родственники пришли в ее дом и обнаружили пустой гроб, из которого исчезло тело. Шокированные они пустились на поиски и обнаружили Сю Фэн, сидящий на стуле у себя на кухне и готовящий еду. Как сказала Сю Фэн, «Я проспала кучу времени. После того, как я проснулась, мне очень захотелось поесть, и я пошла себе что-нибудь приготовить». Как вам такой ответ родственникам, которые уже смирились с потерей? В дальнейшем доктор обследовал бабулю и заключил, что то, что с ней произошло, это было искусственной смертью. Члены же ее семьи описали случай бабули проще, как причину, по которой они все обделались. Что ж, их можно понять. Людмила Стеблицкая Случай Людмилы Стеблицкой уникальный, потому что эта женщина из России дважды напугала всех своим возвращением с того света. В 2011 году Людмилу забрали в региональную клиническую больницу в Томске, где она провела несколько дней, так как плохо себя чувствовала. Через какое-то время дочь Людмилы, Анастасия, позвонила в больницу, чтобы поинтересоваться состоянием матери, и врачи сообщили ей, что ее мать скончалась. Убитая горем Анастасия начала планировать похороны своей матери и обзванивать родных и друзей, сообщая печальную весть. Но, как оказалось, Анастасия поторопилась. Когда она отправилась в морг, чтобы забрать тело, то увидела свою мать, зовущую ее по имени. Людмила не просто умудрилась обмануть смерть, но и смогла продержаться целых три дня, лежа в холодном морге. Она была очень рада, что оказалась живой и смогла увидеть своих друзей и семью. Но и на этом все не закончилось. В 2012-м Людмила, у которой была долгая история проблем с сердцем, опять попала в больницу, где врачи вновь констатировали ее смерть. Они ошиблись и в этот раз. Женщина пришла в себя уже через несколько часов. После второго случая в интернете женщину стали называть бессмертной бабой Люсей. И это заслужено. Тони Яхля Механик из Огайо, Тони Яхля, был доставлен в больницу утром 4 августа 2013-го. После того, как его жена заметила, что его дыхание звучит как-то странно, он оставался в стабильном состоянии несколько часов, вплоть до позднего вечера. Когда его сердце внезапно перестало биться, попытки возродить Яхля докторами не увенчались успехом, и по истечении 45 минут врачи констатировали его смерть. Отказавшись признавать эту новость, 17-летний сын Тони Яхля по имени Лоуренс прорвался по больничному коридору в палату и крикнул «Папа, ты сегодня не умрешь!» Совпадение или нет, но уже через несколько мгновений Яхля начал показывать признаки жизни. Его сердце вновь забилось. Оправившись от удивления, врачи поняли, что времени терять не стоит, и возобновили реанимационные процедуры. Через несколько минут автомеханик окончательно восстал из мертвых. Сердце воскрешива Тони по всем параметрам и критериям выглядело абсолютно здоровым. Несколько дней Тони тщательно изучали и обследовали, и вскоре отпустили домой. Буквально через неделю после случившегося мужчина вышел на работу. Какой-то железный человек. В 2007 году житель Венесуэлы Карлос Камехо попал в морг после серьезного ДТП. Прибывшие на место аварии врачи сочли, что мужчина скончался от полученных травм. Патолого-анатомы уже собирались приступать к вскрытию. Как вдруг из порезанной лица Карлоса пошла кровь. Врачи начали зашивать рану, как вдруг Карлос очнулся. Открыв глаза и даже попытался приподняться. Доктора ошибочно констатировали кончину мужчины. Все это время он просто был без сознания. К счастью, все обошлось. Камехо довольно быстро оправился от инцидента и полученных травм. На память об инциденте у него осталось свидетельство о собственной смерти, которое он с радостью демонстрирует журналистам. Мисс Селестрино 60-летняя мисс Селестрино провела 2 часа, завернутой в пластиковый мешок и помещенной в холодильную камеру морга. Туда ее поместили после того, как врачи ошибочно посчитали, что она скончалась в результате легочной инфекции. Ее дочь, Розангела Селестрино, отправилась в морг, чтобы обнять свою мать в последний раз. И почувствовала, что та все еще дышит. Доктора решили, что Розангела шутит, когда она закричала, что ее мать все еще жива. Однако, когда они позже обследовали тело, то пришли к выводу, что пожилая женщина на самом деле была еще жива. Ее тут же забрали из морга и подключили к аппарату искусственного поддержания жизни в реанимационном отделе больницы. И напоследок необычный эпизод, который произошел в 2019 году в Ирландии на похоронах ветерана ирландской армии Шея Брэдли. Близкие Шея собрались на церемонии, чтобы проводить его в последний путь. Внезапно из гроба раздался стук и голос. «Эй, выпустите меня!» «Где я, черт возьми, оказался?» «Выпустите меня!» «Тут, блин, темно!» «Это Шея!» «Я в коробке!» Неожиданно, правда? Настроение присутствующих тут же поменялось. Они начали улыбаться и смеяться. Этот эпизод отличается от предыдущих тем, что Шея не пришел в себя на похоронах. Как оказалось, ветеран знал, что умирает, и заранее записал на диктофон такое обращение, чтобы поднять присутствующим настроение в день скорби. Закончил он его словами. «Я просто хотел попрощаться с вами». Как по мне вышел отличный пранк, который близкие Шея запомнили навсегда. Ну а в комменты напишите, какая история поразила вас больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.